здравствуйте друзья январь самая можно сказать середина января в кремниевой долине и сегодня с утречка перед поездкой на работу там в переписке я в скайпе был с молодым человеком и вот эта переписка мне напомнил знаете такие классические были задачки на логику как вот в одной лодке надо мужику перевести на другой берег реки что там у него было козел капуста и не помню там волк ну что то такое получается что как то так вот все трое в лодку не вмещаются тогда нужно брать по два значит или там по одному или как-то вот их перевозить вот что делать потому что волк сожрет козу если козла если оставить козел сожрет капусту вот как быть и как то вот надо выкручиваться был и вот разговор с молодым человеком напоминал мне эту задачку потому что у него такие значит там в лодку не вмещаются значит он живет где-то в украине и ему там уже типа тридцатник жена дети теща тоже так как бы вкладывает в общую копилку там свое мнение и как то вот он так развился там в чем-то в профессиональной области своей ну там фармацевтия допустим и живет плохо то есть жить вынужденность тещи потому что на свое жилье не заработал нестабильность нищета но в общем плохо да вот он думает поехать в сша но у него жена и дети и он хочет чтобы как-то они ну комфортабельно переехали не не так вот знаете в стресс там подвергнуть стрессу жену и там детей а денег нету на комфортабельность и и вообще как бы нету не то чтобы вот там даже не очень комфортабельно тоже тоже довольно фигово с деньгами не жила ехать не хочет не теща не хочет потому что но если он и тут то не смог обеспечить и там ну как они сомневаются и вот значит он говорит вот как потому что да выгод если я один поеду комфортабельно на всех переехать у него денег нет можно поехать одному но тогда он говорит я не увижу жену и детей там от 6 там до 12 месяцев это он недооценивает как долго он может их не увидеть он от может несколько лет не увидеть там и 34 тоже поэтому тут по всякому вот этот вот вариант до что он поехал один и там к может там на политику подал там легализовывался как-то и так далее это может очень затянуться в общем то поэтому насчет 6 там или 12 месяцев это просто иллюзия это невозможно это гораздо больше займет вот конечно он может там допустим их нелегально привести да то есть он допустим от 6 до 12 месяцев он там как-то в нелегалке обустроиться начнет как-то так немножко зарабатывать это так себе их в нелегалку привезет если их пустят если визу дадут если все дела его там и так далее так далее если он заработает на то чтобы еще приехать в общем какая-то такая вот история когда все в одну лодку не влезают а как их скомбинировать там парами или по одному там и так далее меньше чем всех сразу в одну лодку и вот он где-то помогите разобраться как вообще как решить вопрос я могу минут может быть вам поближе куда-то вот скажем в польшу например для начала он год но в польше нет работы такой как вот то чем я занимаюсь значит там такого нет и кроме того там тоже в общем то на на всех даже если была работа то на то что там зарабатывается семье жить невозможно ну во всяком случае вот у него такое такая точка зрения может быть те кто живет в польше скажут что там недооценивает возможности но тем не менее значит чтобы я сказал уходя от как бы эмоциональной стороны этого дела уже эмоциональная страна не поможет решить проблему то есть можно сочувствовать можно там я не знаю возмущаться там разные люди по-разному реагируют но в целом если мы так в предложенных обстоятельствах пытаемся найти решение правда это то чем мы занимаемся без эмоций когда не хватает когда всех в одну лодку поместить нельзя да ты начинаешь говорит ну хорошо давайте по частям решать задачу да и в данном случае мы видим несколько приоритетов значит приоритет первый куда-то вот надо уехать это понятно это может быть даже цель такая хорошо приоритет приоритет он хочет чтобы это было комфортабельно для семьи то есть сам он может быть там готов как-то значит не очень комфортабельно нужно чтобы с дети жена дети чтобы они как-то спокойно могли то есть первые начали приоритет у нас комфортабельность другой приоритет у нас соединенные штаты третий приоритет у нас денег не хватает то есть вот как бы денег особо не значит и нам надо с этим как-то разбираться и как вот учили классики марксизма хотя может они не сами придумали что цепочка рвется в самом слабом своем звене да вот где самое слабое звено где-то от чего можно но не то что отказаться но допустим отложить на время переждать как бы не первый приоритет значит все вместе америка денег нет что главный приоритет вот допустим если денег нет с одной стороны деньги можно заработать деньги можно одолжить ну допустим вот совсем плохо с деньгами не одолжить не заработать нельзя ну ну хорошо нельзя значит вот денег нет мы принимаем денег нет что остается то есть этой частью он не может поступиться он не может сказать ну хорошо я потрачу больше денег у него их нет дальше что начинается значит ехать с семьей или ехать одному да он же он же не хочет расставаться с семьей до дадута долго это еще один приоритет значит и да так чтобы комфортабельно прежде чем мы там пойдем с приоритетами разбираться я хочу вот что еще сказать комфортабельно для семьи в в том смысле как это понимает молодой человек это не обязательно то же самое как к этому отнесется например его жена то есть насколько ей это это же самое покажется комфортабельно и и уж вообще никак не относятся к тому как воспримет этот уровень комфорта теща уж теща то правда уж совсем может быть не такая вот как жена например предсказуемая поэтому пытаться пытаться вот на эту комфортабельность смотреть и как бы пройти по комфортабельности обеспечить эту комфортабельность это немножко иллюзорная штука ну или надо сформулировать как бы какой-то уровень приемлемый прям приемлемый могла комфорта до уровень приемлемого комфорта но может быть не будет комфортом но это будет как-то прием уже не так страшно чтобы там вот плакать по ночам то бы тогда но вот это эта штука стрёмная очень стрёмно теперь насчет целей тут еще надо понять то есть как сказать многие скажут в этой ситуации вот но он там дома не смог заработать там где он там еще где-то заработает я я не вижу в этом прямой связи я знаю полно людей которые дома не могли заработать а здесь хорошо зарабатывать в этом я такой проблемы не вижу но он еще хочет остаться в профессии это у него еще один приоритет он 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 стал специалистом он вот он хочет оставаться в своей профессии что вообще говоря ну смотря как он это понимает вообще может убить все потому что если он хочет чтобы это с первого дня было его работой чтобы он развивался в этой профессии в сша и вот то есть как бы иммигрировать в рамках профессии при том что у него никаких оснований для иммиграции кроме желания это особо и нет то есть у него нет тут близких родственников его никто не пригласил на работу с визой там рабочие и так далее то есть ну допустим он приедет и кроме как податься на политику у него ничего нет но просто нет ничего и денег нет даже чтобы это сделать ну допустим он заработает на месте если один приедет так о работе по специальности он может забыть на какой-то вполне ощутимое время и не факт что после того как он поработает какое-то ощутимое время в другой специальности ему захочется вернуться в ту профессию это тоже не факт поэтому вот ведь как как-то много приоритетов и некоторые из них как бы не очень реальные да вот комфортабельности и оставаться в профессии он там подразобрался он большой специалист своей профессии так далее так далее но профессия вот не такая ходовая как там айтишная да значит приоритеты возвращаемся в каком какой из этих приоритетов может потерпеть например ну допустим работы по профессии может потерпеть это даже не то что допустим а если этот приоритет потерпеть не может то ему лучше на вообще с места не сниматься и как бы забыть о том, что он может эмигрировать в Соединенные Штаты на данном этапе. Просто забыть сразу, потому что это приоритет нереализуемый никак. Вы скажете, а почему вообще это встал вопрос? Ну, потому что в Польше он не может найти вот этой работы. То есть какой-то другой, может быть, ему не хочется антрак водить, а вот этой там нет. Поэтому если он думает, что в США есть, так тоже может, понимаете? То есть если это такой приоритет, чтобы сразу и по профессии, надо просто прекратить и не морочить себе голову. Поэтому с этим приоритетом мы разобрались. Что у нас там дальше? Значит, денег нет. Если денег нет, это просто. Если денег нет, и мы ничего с этим сделать не можем, то ехать всей семьей и ехать комфортно они не могут никак. Это как бы исключено. Значит, тогда он может поехать один. Если визу дадут, конечно. Но мы предполагаем, что дадут, иначе все это рассыпалось сразу. Допустим, он поехал один. Подал тут на политику. Какое-то время пройдет, пока он все это успешно сделает. Он заработает на адвоката тут не за один день. Ну, там у него будут возможности. Нелегально подработает. Допустим, он там за, не знаю, полтора-два года решит вопрос. Это может быстрее произойти. Но, ну, допустим. Вот он решил вопрос со своим этим самым статусом, с легализацией. Он легализовался. После чего ему нужно еще привезти семью. При самом удачном раскладе, это что-нибудь года полтора, наверное, займет. А при не самом удачном раскладе, может быть, и два, и три, и вообще никогда. Да? Потому что, ну, сами понимаете, там по судам ходить, это все очень долго. И уже и без семьи останешься. Тут тоже не всякая семья выдержит. Тем более, что они ехать-то не хотят. Понимаете, история какая? Когда люди ехать не хотят, они не то, что там, им никогда не будет комфортно. То есть им, конечно, никогда комфортно не будет. Они вообще не хотели. Их как бы вынуждают, заставляют там и так далее. Поэтому. Итак. Если бы у него была поддержка семьи, в этом смысле, которая бы говорила, денег нет, езжай один, мы тут продержимся. Да? Вот. Устроишься, привезешь. Я знал людей, которые и по пять лет, например, совершенно, вот так они ехали. Там мужик едет, жена ему говорит, давай, с двумя детьми, там остается, где там она есть, там, допустим, там, в Ставрополе каком-то. И давай, говорит она ему. И он вот через пять лет ее вытаскивает. А сам в это время на стройке работает, там, легализуется, там, и так далее, и так далее. Я знаю таких людей. Но это же другой случай. Здесь же жена ему не говорит, давай. Здесь-то ему совсем другое говорят. Плюс теща. Поэтому. Ну, хорошо. Что же мы имеем? Я на ходу рассуждаю. У меня нет готового решения. Я просто пытаюсь на ходу сообразить такой поток сознания на тему. Я больше скажу. Если, например, даже предположить такой удачный вариант, что он выиграл лотерею грин-карт. То есть, вообще нет такой проблемы, как легализация. Вообще нет. Он приехал и с первого дня может работать по специальности, поселиться где угодно, там, и так далее, и так далее. Но все равно вот эта проблема, денег нет. И вторая проблема, что они не хотят никуда ехать. Ни жена, ни теща. У них и мысли такой нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Как тут человек выскочил? Я его почти не заметил. Несмотря на оранжевую косточку. Значит, они могут не поехать тоже. И опять денег нет. Понимаете? Для того, чтобы поехать по лотерее, это же тоже надо кучу денег потратить, которых у него тоже нет. Что же получается-то у нас? Получается, что на свой страх и риск. То есть риск состоит в том, что он просто потеряет семью. Он может поехать один. Сколько времени займет, столько займет. Легализоваться. При этом он не будет работать, естественно, по специальности. Он будет работать там где-то на стройке, допустим. Это займет от, скажем, полутора до трех-четырех-пяти лет, пока он их привезет. Если они захотят ехать. Если они захотят ехать. Что не факт, абсолютно. Из опыта, как бы, я не хочу так уже прямо советовать что-то в этом плане. Но я могу сказать, что по опыту моих наблюдений, очень многие люди, которые ехали с таким планом, мужики, которые вот так ехали, чтобы потом привезти, потеряли интерес к тому, чтобы кого-то привозить. Так сформулируем это дело. Ну, время идет, знаете, как люди вокруг там. Все такое. Это тоже бывает. Это тоже нечто, что имеет некоторую вероятность на то, чтобы случиться. То есть нельзя списывать со счетов никак. Хотя вы можете говорить, что это не про меня. Я тут не такой. Конечно, мы все не такие. Но, в принципе, жизнь, она и есть жизнь. Хотя мы все не такие. Но это случается. Так что я на самом деле обращаюсь к клубу. К тем, кто меня слушает. А может быть, ребята, у которых опыт есть какой-то. Практически в похожей ситуации. Или в идентичной даже ситуации. Чтобы они как-то поучаствовали. Потому что мой анализ такой довольно грустный. И я не вижу реально какой-то хорошей перспективы. То есть хорошая перспектива есть. Он поехал один. У него все здорово получилось. За это время семья поняла, что они должны быть всегда вместе. И они единые, целые и все такое. И они к нему приезжают. И, в общем, такой хэппи-энд. И вероятность такого хэппи-энда тоже не приближается к единице. Там она где-то меньше. Вот такое возможно. Такое возможно. В общем, ничего более жизнерадостного у меня не получается. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!